Добрый вечер, дорогие друзья! Прежде чем мы с вами начнём наше занятие, я бы хотел вас поблагодарить за то, что вы откликнулись и посмотрели предыдущее занятие и смотрите это занятие. Также я благодарю вас за отзывы. Мне очень приятно, что мы с вами, несмотря на те обстоятельства, несмотря на дистанционную работу, всё равно активно продолжаем поддерживать наше общение и смотрим лекции. Вот эти, которые мы с вами записываем. Так, ну мы с вами переходим к следующему этапу развития робототехники. Мы с вами на предыдущем занятии остановились на автоматонах, а сегодня мы с вами начинаем изучать современный этап развития робототехники. Так, механические игрушки, автоматоны, на которых мы с вами остановились на предыдущем занятии, изготавливались часовщиками вплоть до начала 20-го столетия. Их главным недостатком было сильно ограниченное время использования из-за особенностей пружинного заводного механизма. Однако развитие одной технологии дало человечеству новый источник энергии, которым можно питать устройство гораздо более продолжительное время. Вот сейчас на слайде мы с вами видим пример такого человека подобного, похожего на человека автоматона, который полностью состоит из механических шестерёнок, пружин. У него есть один большой недостаток, это то, что им можно пользоваться ограниченное количество времени, то есть буквально до того момента, пока натяжение пружины у нас не пропадёт, и автоматон снова придёт в негодность. Не то чтобы в негодность, а в неврабочее состояние, то есть его снова нужно будет заводить, и человечеству стал необходим новый источник питания. Давайте мы с вами вместе подумаем, что же это за новая технология, что же за такой новый источник питания, который у нас возник в начале 20-го столетия. Можете поставить это видео на паузу и подумать, а я продолжу, потому что этот источник питания у нас – это электричество. Примерно в то же время, когда у нас возникло электричество, начинаются первые попытки заставить сложные механизмы работать на человека, заменяя его труд на производстве. И уже в 1808 году французский ткач Жозеф Мари Жаккар изобрёл ткацкий станок, программируемый с помощью перфокарт. Пока это был ещё не робот, скорее аналог современных автоматизированных линий. То есть, как мы с вами видим, электричество дало новый этап, и теперь у нас появились новые рабочие станки. Вот сейчас вы видите на слайде посередине, да. И что здесь любопытного? Это вроде бы как обычный ткацкий станок, но мы видим вот эти вот посередине бумажные ленты, да, на которых сделаны такие дырочки. Эти бумажные ленты называются перфокарты. Давайте мы с вами подробнее разберём, что же такое перфокарты, которые были изобретены в 1808 году, да, применены в станке рабочем. Перфокарты. Вот у нас на слайде перфокарты в более приближённом состоянии и положении, да. И на этой перфокарте мы видим отверстие. Дело в том, что с помощью этих перфокарт у нас программировался ткацкий станок. Ткацкий станок у нас реагировал на либо отсутствие отверстий на перфокарте, либо на их присутствие. И в соответствии с наличием или отсутствием этих отверстий станок работал в различных, назовём это режимами, да, в различных рабочих режимах. И с их помощью, с помощью вот этих первых перфокарт в промышленности был реализован принцип программирования, на котором держится современная робототехника. Если сейчас мы с вами посмотрим на двоичный код, да, который зелёный у нас на слайде в левой стороне, то мы с вами увидим цифры 1.0.0.0.1. С помощью именно этого двоичного кода у нас программируются современные, ну, это будет автология современной программы, создаются современные программы. Ровно по тому же принципу, что у нас 1 это есть действие, 0 нет действия, да, ровно то же самое у нас на перфокарте. Есть отверстие, нет отверстия. То есть двоичный код у нас был изобретён уже более чем 100 лет назад. Параллельно у нас прогресс не стоял на месте и параллельно совершенствовались и способы управления, в частности проводной и радиоволновой. Проводной это у нас с помощью провода, естественно, а радиоволновой с помощью радиоволн. В 1898 году великий изобретатель Никола Тесла впервые продемонстрировал самоходную лодку, управляемую дистанционно с помощью радио. Одновременно вместо сложных механических приводов устройства начали обзаводиться и более простыми, мощными и миниатюрными электрическими двигателями. А вот у нас на слайде этот великий учёный Никола Тесла и в правом нижнем углу мы с вами можем видеть лодку, которую он изобрёл и демонстрацию этой лодки. То есть как она работала. Вот мы видим лодка плывёт и с помощью радиоволн, то есть дистанционно на расстоянии ими управляет Никола Тесла. А на занятиях мы с вами управляли роботом при помощи технологии Bluetooth, тоже беспроводной технологии. Вот радиоволна это что-то наподобие той же самой технологии. То есть с помощью радиоволн, волн определённой частоты передаётся сигнал на приёмник, то есть на вот эти вот антенны. И в соответствии с этим сигналом робот, будем называть его так, выполняет определённые действия. И таким образом уже к началу 20 века сформировались все условия, обусловившие создание первых роботов. Таким образом, электрический ток стал не только источником питания, но и средством получения, передачи и обработки информации. То есть это изобретение электричества, это важнейший переходной этап к развитию робототехники. Всё же считается, что человек, создавший первого именно действующего робота, это американский инженер Рой Уэнсли. Разработанный им в 1928 году механизм под названием Герберт Телевокс представлял собой человекоподобную машину, способную открывать двери и окна, отключать духовку, электродвигатели и так далее. Вот сейчас мы видим на слайде и изобретателя, и его изобретение. Важнейшим отличием этого изобретения от автоматонов являлось умение отвечать и реагировать на команды, подаваемые ему по телефону. И естественно, это изобретение у нас было полностью, работало на электричестве. То есть он работал, грубо говоря, от розетки, пока ему подавалось питание. При этом робот был не подключен к линии напрямую, то есть сигналы ему подавались не с помощью проводов, а он, подобно человеку, с помощью устроенного микрофона слушал приказания. То есть что-то типа голосовых команд он воспринимал. Однако в то время технологии были не настолько совершенными. Если сейчас мы можем сказать «Окей, Google» или «Алиса» или что-нибудь ещё, и телефон у нас будет реагировать, то этот робот, который работал на голосовом управлении, человеческий голос не воспринимал, потому что там ещё были такие слабые микрофоны. А он воспринимал определённую последовательность гудков, писков, скрежетов и других звуков различной тональности. То есть громкие звуки, которые микрофоны того времени способны были усвоить. Это у нас сейчас на телефонах и на компьютерах микрофоны мощные, да, и они воспринимают человеческую речь и уже даже способны её расшифровывать, да. Тогда ещё, конечно, микрофоны были не то чтобы микрофоны, а обработчики информации, поступаемые в микрофоны, датчики, были не настолько совершенны. Продолжаем. Однако эти и многие другие роботы предназначались для демонстрации научных достижений, да. Вот как мы с вами видим, была такая попытка создать робота, похожего на человека, да. Это очень неправдоподобно выглядело, даже на современный лад. Для демонстрации научных достижений, но не для практической деятельности. То есть этот робот вряд ли мог буквально хорошо пропылесосить квартиру, да, или закрывать окна. Это было скорее демонстрацией, да, что вот мы подаём сигнал, а робот его выполняет. То есть для практической деятельности он не подходил, ничего ему доверить ещё нельзя было. Возникновение робототехники в производстве или сельском хозяйстве произошло позже, потому что такая работа требовала качественно нового уровня технологий. Полноценное развитие робототехники в промышленности произошло лишь после завершения Второй мировой войны. Итак, что же у нас начало происходить по завершению Второй мировой войны? Так, в 1948 году компанией General Electric, сейчас мы с вами можем посмотреть на карту, был создан первый промышленный робот для работы на атомном реакторе. Как мы с вами знаем, работа на атомном реакторе, она очень опасна, так как там у нас радиоактивность, которая очень вредна для человека. И поэтому американские учёные решили, что гораздо будет более правильно, если на атомном реакторе будут работать роботы. И это, конечно же, правильно, в этом их можно поддержать. Промышленный робот для работы на атомном реакторе. Его особенностью было наличие обратной связи. Оператор мог не только видеть его перемещение в рабочем пространстве, но и чувствовать силу, которая развивала захват манипулятора, что позволяло управлять механизмом более точно. То есть у нас механизм наподобие вот этой роборуки, которую мы с вами собираем, вот он тоже отправлялся в атомные реакторы для каких-либо задач. В середине 50-х годов американец Джордж Девилл основал компанию Unimation, которая занималась выпуском первых серийных промышленных роботов, программируемых с помощью перфокарт. То есть технологии перфокарта у нас существовало ещё очень-очень долгое время, да. Уже к середине 60-х годов в развитых странах насчитывалось несколько десятков компаний, наладивших выпуск подобных машин. Особенно в этом преуспела такая вроде бы маленькая страна Япония. Вот на карте она изображена зелёным цветом Япония. Закупив у компании Unimation в США первые роботы в 1968 году. А уже через 10 лет эта страна стала мировым лидером по выпуску собственных аналогов и оснащению ими производства. И вот сейчас на слайде изображён уже современный робот японский, который практически полностью копирует человека, да. Но я думаю, задачи он точно выполняет некоторые, не хуже, чем человек. Извините. Сегодня в наше время роботы проникли практически вообще в сферу деятельности. Промышленность, научные исследования, энергетика, медицина, развлечения, военные действия и даже космос. Современные автоматические или дистанционно контролируемые механизмы используются очень широко и даже постепенно вытесняют человеческий труд. Да, у нас есть такая проблема, что может возникнуть ситуация, что человек потеряет многие рабочие места из-за того, что на этих рабочих местах его полностью смогут заменять роботы. Но я думаю, что в результате такого технологического прорыва найдутся другие рабочие места для людей, например, управление этими же самыми роботами и так далее. Конечно, это потребует более развитых научных знаний у человека, но для этого мы с вами все посещаем и посещаем учебные заведения. Развитие роботов идет по нескольким направлениям, как мы видим с вами на слайде. Один из них – это улучшение механизмов и приводов. Вот на картинке изображена современная роботизированная коробка передач, которая стоит уже у многих в машинах. Вполне может стоять и у кого-нибудь, я думаю, в машине тоже может такая присутствовать. То есть идет развитие в этом направлении, как совершенствовать механизмы и их приводы. Следующее направление развития робототехники – это совершенствование алгоритмов, то есть совершенствование программирования, кодов, написания различных программ, которые будут помогать нам в обработке информации. Так, и следующее у нас – это внедрение самообучающихся систем управления, то есть искусственный интеллект, который будет способен принимать решения вместо человека. Такие технологии уже, конечно, есть, этим нас уже не удивишь, но их нужно совершенствовать и совершенствовать. Роботизация в целом тесно переплетается с биотехнологиями и кибернетикой, то есть другими науками, результатом чего является создание кибернетических организмов, кибергов, функциональных бионических протезов, полностью автономных автомобилей, кораблей, космических и летательных аппаратов. Вот пример, самый элементарный пример развития робототехники – это когда у нас один робот, можно сказать, что собирает другой робот, но мы будем называть другим роботом автомобиль, который он собирает, потому что современные автомобили у нас уже настолько напичканы технологиями, миниатюрными роботами, что можно сказать, что один робот у нас уже собирает другого робота, и развитие этих технологий неизбежно, и поэтому нам всем с вами нужно за этим следить и тоже учиться их создавать и, конечно же, ими управлять. Так наше общество незаметно для себя вошло в будущее, которое всего лишь 100 лет назад описал в своей пьесе Карл Чаппер, да, еще 100 лет назад. Все, что мы с вами видим сейчас, казалось какой-то невыносимой, невозможной фантастикой, и уже сейчас это оказалось правдой, и я думаю, уже через 20 лет мир изменится еще сильнее. Так, ну что ж, на этом наш урок закончен, и могу сказать до новых встреч, спасибо за внимание, ребята.